Развитие взрывной силы. Взрывная сила – это способность прилагать наибольшие усилия за наименьшее время. В процессе выполнения взрывных движений мышцы сокращаются очень быстро, практически мгновенно. При этом нагрузку испытывают не только они, но и нервная система, которая обеспечивает быстрый отклик мышечных волокон на сигнал к сокращению. Итак, зачем же тренировать взрывную силу? Способность совершать максимальные усилия за минимальный отрезок времени необходима во многих спортивных дисциплинах, в игровых видах спорта, в единоборствах, в лёгкой атлетике и тяжёлой. Кроме того, правильное выполнение взрывных упражнений с хорошей разминкой и адекватной нагрузкой позволяет снизить риск травм. Программа упражнений для детей разного возраста и уровня подготовки должна быть также различной. Так, уже новорожденному в комплекс детского массажа можно включать упражнение велосипед, когда ребёнок лежит на спине, а вы держите его ступни руками и совершаете вращательные движения, напоминающие вращение педали велосипеда. Обратите внимание, что колени ребёнка должны быть направлены во внешнюю сторону и угол разворота должен быть равен углу разворота ступней. После того, как ребёнок привыкнет к велосипеду, при условии, что у него нет мышечного тонуса, можно добавлять небольшое поступательное давление на ступни ребёнка. Главное, помните о том, что я говорил про колени. Следующий уровень. Когда ребёнок уже держит голову, но не может переворачиваться. На этом этапе можно использовать утяжелители для ног весом примерно 7-10% от веса ребёнка. О том, как их сделать и как ими пользоваться, я расскажу в следующих видео, если это будет интересно. Могу добавить только, что для Святослава они стимулировали очень быстрый прогресс. Буквально за несколько дней он научился переворачиваться. Далее я опущу несколько этапов, дабы не отклоняться от темы развития взрывной силы. А если вам это будет интересно, как тренировать ребёнка в каждом конкретном случае, задавайте вопросы в комментариях или дождитесь соответствующего видео. Я об этом обязательно ещё поговорю. А теперь перейдём к нашей программе по развитию взрывной силы. Каждая тренировка обязательно должна начинаться с разминки и небольшого стрейчинга. Далее мы несколько раз делаем выпрыгивание из положения упор лёжа, потом переходим к прыжкам в глубину. Иногда совмещаем с прыжками в высоту, потом переходим на броски медицинбола, это такой тяжёлый мяч. Затем по настроению играем в футбол или бросаем друг к другу обычный мяч или шарик, тем самым развиваем ещё и ловкость. Есть программы тренировок как основа, но подход к тренировочному процессу у нас интуитивный, в зависимости от настроя Святослава. Итак, друзья, сегодня я рассказал, как развивать взрывную силу мышц ребёнка. Делать это дифференцированно в зависимости от уровня подготовки, а также привёл пример нашей тренировки со Святославом. Если вам понравилось, просто поставьте лайк под этим видео. Если появились вопросы, заходите на мой канал СпортСын по ссылке в описании и задавайте их в комментариях к любому видео. Я увижу и обязательно отвечу. А также не забудьте подписаться на канал. Впереди много интересного, а новые видео выходят достаточно часто. Так что подписывайтесь, успехов вам, занимайтесь спортом со своими детьми. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok